Человек, чье имя в собственных устах звучит как мой кокаин. Олицетворение британского шика от очков до Оксфордов. Обладатель двух Оскаров и трех золотых глобусов. Сэр Майкл Кейн. В эти дни украинские зрители могут оценить последнюю работу Майкла Кейна. Фильм «Юность» Паулу Соррентино. Ну а мы вспоминаем, за какие фильмы Кейн получил свои главные академические награды. Майклу Кейну удалось стать одним из двух актеров, которые выдвигались на соискание премии «Оскар» в каждом десятилетии, с 60-х до нулевых. С возрастом Кейн стал настоящим мастером эпизода. Его британскую британскость активно эксплуатировал Кристофер Нолан в своей саге о Бэтмене. Вот и два «Оскара» оказались в кармане у Сэра Кейна за роли второго плана. В фильмах «Правила виноделов» и «Ханна и ее сестры». «Ханна и ее сестры» стал для актера первым и единственным опытом сотрудничества с Вуди Алленом. В этой драме Аллен разыграл семейную историю, отдав Майклу Кейну роль мужа, который обнаруживает, что влюбился в сестру собственной жены. Лента была признана критиками одной из вершин творчества Вуди Аллена, но для Майкла Кейна стала первым успехом у Американской киноакадемии. Второй победой в гонке за золотой статуэткой стали для актера «Правила виноделов» – экранизация одноименного романа Джона Ирвинга от шведа Лассе Хальстрёма. В фильме Майкл Кейн выступает олицетворением жизненного опыта и мудрости. Он играет руководителя сиротского приюта в американской глубинке. В мире гремит Вторая мировая война, но у доктора Ларча свой фронт. Он заботится о судьбе своих подопечных. Среди них юноша, который вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Герой Майкла Кейна учит его жизни и акушерству. В юности режиссера Паула Сарентино герой Майкла Кейна величественно встречает старость. Он смотрит на жизнь с высоты прожитых лет. Майклу Кейну тоже есть что вспомнить. По словам Сэра Кейна, быть актером – это как гомосексуализм. Или вроде того, у тебя просто нет выбора. Редактор субтитров А.Семкин